начнем я запускаю новую рубрику мы будем периодически выпускать стримы с разработчиками нашей нашей сцены в этот раз когда пришел разработчик под которого знают скорее всего по человека лось и который команда недавно выпустил новую игру черная книга владимир детских и привет владимир привет спасибо за приглашение спасибо что пришел не ожидал на самом деле так и пойдем по плану типовой вопрос сразу расскажи предысторию как вообще попал в геймдев почти когда заинтересовался зачем почему но наверное у любого инди разработчика нам целое о да поэма как он пришел к разработке видеоигр как это начиналось там с глубокого детства но если профессионально профессиональную карьеру рассказать то я с флэша начинал когда-то вот было время что был такой сайт и флэш флэш что-то гейм-лайсенса ли в джел ты застал такой я помню и там все зарабатывали вообще баснословные какие-то деньги особенно по тем временам можно было сделать игру продать ее за эксклюзивную лицензию тебя сразу на аукционе могли какие-то бешеные деньги заплатить я вот тоже соблазнился такими перспективами и решил попробовать свои силы там сделал простую шутер мап в стиле терян ну с этого наверно можно сказать карьера такая профессиональная началась геймдэй после этого я на флэше делал по заказу какие-то мелкие игры для социалок скорее всего я даже не видел как они реализовывались основную делал ядро так сказать и потом там накручивали уже какие-то вещи а потом со временем устроился в альтернативу это пермская большая студия известный танки онлайн делали я там программистом работал в итоге стал продакт менеджером танки x я разрабатывал как продакт менеджер и параллельно я вот делал человека лось игру выпустил ее и когда танки x проект стали закрывать я решил что попробовать на фултайме инди разработку и вот начал черную книгу разрабатывать погоди это уже лет 15-20 геймдэй получается мнение это 13 13 из 15 года ты говоришь вот что и груз был разработчиком на сайте у тебя написано что вот на текущем проекте ты как геймдизайнер и писатель сценарист или ты вот на последнем проекте тоже программировал но я программировала но я просто не хотел там писать на сайте какую портянку что делал там потому что ролей-то много в инди разработки у всех много ролей я там его проектом управлял программировал на консоли там портировал ну как обычно 6 жнец да да так она человека лосим сколько человек работала и человека 8 но в основном кандид 2 человек работала я и михаил швачко я делал все кроме музыки и звуков михаил швачко вот музыку и звуки делать и вот сейчас если посмотреть на сайт как минимум на старте черной книги вас было пятеро и сейчас команда еще выросла вот расскажи как добирали команду откуда финансирование если можешь про это говорить но не суммы хотя бы кто там издатель помогал с этим про эту часть да но начинали мы также вдвоем черную книгу там тоже своя история как игра дошла до такого состояния как сейчас она есть были там первые прототипы но с михаилом начинали потом нашли в команду ильдара арт-директора который визуальную часть на себя смог взять и в основном в основной продакшен что ли секции разработки у нас было пять человек еще у нас была аниматорша девушка и программист еще один вот и сейчас снова у нас команда уменьшилась получается до трех человек чем мы нанимали тестировщика он нам до сих пор помогает не на фулл-тайме интересно то есть у нас команда такая волатильная получается когда нужно я там добираю получается людей вы как штат убираете или они как филансер филансер работает как фрилансер да ты вот сказал что прототипом занимались это вот тот самый прототип когда у вас еще идея была что не девушка главная героиня солдатом когда играешь да да сначала было прототип что играешь за солдата это была тактическая такая rpg в заметре ну что-то вроде tom braider go там hitman go вот в таком стиле и более простая игра изначально более маленькая по масштабам задумывалась но как-то это все не складывалось в единую какую-то цельную интересную картину и вот пришла идея про колдунов сделать и что есть вот такая книга в которой ты прям листаешь страницы и выбираешь заклинание из этих страниц с начала основной персонаж был дед егор потом решили что интереснее все-таки за василису играть чтобы за какого-то неофита который только начинает познавать путь в колдовском деле ну ты на это сменилась фокус я сейчас по и поясню только еще для тех кто возможно не в курсе действия вообще игры черной книги развивается в череденском уезде в пермской губернии губернии в девятнадцатом веке и главной героине у нас девушка сирота которую как раз воспитывает дед его и после того как у нее возлюбленный покончил собой она решается податься векшицы но это в колдуне и вернуть его к жизни ну вот так в принципе начинается игра игра с представляет собой смесь многих жанров там есть и сэсом есть боевка которая состоит из тебе нужно собирать деку это типа слоев прей наподобие игр и очень много много текстов местного фольклора хотя может быть ты кратко как-нибудь еще опишешь вот именно по механикам как как вообще получилось вот это все связать то что довольно интересная довольно интересная комбинация получилось в итоге я думаю ты корректно описываешь то есть это действительно микс жанров такой который изначально но это такой есть наверно стиль да кейм дизайна где многие вот идеи берутся то есть почему тогда у нас вот почему мы не сфокусировались на слайд из как слайд из пар чисто на боевки карточной или как многие сейчас волна это этих рогаликов чисто на геймплее и другие бы отсеивали элементы чтобы оставить вот это ядро что как такой трушный путь в геймдизайне считается у нас потому что во главе угла изначально в черной книге ну как в человек волосе до этого стоял нарратив и хотелось помощью геймплейных механик передать какие-то мифологические истории которые красной нитью проходит через все эти былички и бывальщины а в частности те нарративные элементы которые есть у колдунов вот про которых собственно и сама игра и вот эта карточная механика она это результат поисков как механики какой-то колдовства совмещение черной книги с колдовскими какими-то элементами чтобы это можно было почувствовать что ты вот обладаешь это черной книгой какие-то читаешь слова слова свою очередь и не сплетаются в заговоры тоже это не случайно потому что заговоры имеют четко четко очерченную структуру и вот хотелось помощью замещения маны на ячейке вот этих приказов ключей изначально там еще были зачины больше элементов было передать вот структуру заговора то есть игрок как бы играет и но получается изучая геймплейную механику он изучает мифологическую составляющую что вода заговор он структурированный имеет такие элементы пистер с чертями то же самое то есть в мифологии есть то что колдунов мучают их бесы и сразу вот мне хотелось сделать что куда механику что черти будут мучить колдунов как это сделать не очень понятно было сначала то есть сначала вообще была какая-то расплывчатая идея потом сделали что если у тебя черт не занят то он тебя просто здоровья отнимает и в итоге вот у каждого черта появилась своя механика которая тебя как как экипированный предмет по сути какой-то пенальти дает там по коду даже также черти это по сути экипированные предметы у игрока интересно ну вот по поводу чертей и заодно с непроклятия с грехами ты можешь спасать постоянно посылать чертей у тебя соответственно копится грех и в принципе по игре много действий когда ты можешь накопить грехи и в итоге они вот как-то сказываются на игру вот без спойлеров можешь сказать потому что я вот недавно игру прошел как я понял это влияет как минимум на концовки там некоторые выборы меняются и по ходу игры в диалогах это мне так показалось что если у меня очень много грехов то главная героиня она как-то начинает огрызаться и гневно общаться это вот из-за этого или нет да да там есть некоторые реплики которые меняются в зависимости от количества грехов каждый главе есть показатель количество после которого игра считает что ты злой и соответственно разные появляются реплики у василиса но их не так много но есть она действительно более дерзкой такой становится это выбивается на общем фоне это заметно сразу да и но некоторые выборы действительно доступны только узлой василисы и концовки дают как основная механика этих грехов тогда концовки ты сейчас до этого когда начал описывать игру сказал что проект планировался вроде как небольшой но и предыдущая игра тоже человека лось она там проходится буквально часа за два-три наверно как вообще почему как как вы пришли к вот идее в итоге такую довольно масштабную игру сделать у меня она заняла часов 20 лет и но и учитывая что вас там было двое потом пятеро и потом еще чуть-чуть ну вот как вот с такой небольшой команды вообще дошли до такой идеи вот маленького проект сразу до такого довольно крупного ну там как-то сразу родился вот такой дисдок где было написано что будет 7 глав это вот но и тесты играл в общем наш спойлеры тут говорим не говорим но желательно без явных спойлеров вот но хорошо так вот такой дизок я написал там были очерчены вот эти все главы что в них будет приблизительно проходить и как-то вот так начали все это дело делать но сделали план естественно вот этот план мы мы начали ведь искать издателя мы ездили под эвгамом писали так издателям чтобы как раз нам в том числе с финансированием издатель помог ну и с маркетингом потому что время на это тратить не хотелось да вот и вот в итоге мы нашли hype train они нам хорошо совсем помогали и продолжают помогать и мы им представили вот эту прототип этот сюжет на основе этого сюжета мы сделали план как мы будем разрабатывать игру и плюс-минус мы нам удалось этого плана придерживаться и в итоге вот сделали что получилось но изначально действительно мы не ожидали что она такая большой был будет там просто получилось много достаточно из-за того что верх озвучка появилась если одну слушать то это уже 14 часов звучит плюс еще дурачок тоже времени отнимает ну и когда есть какая-то корр механика в игре это тоже там сама по себе время геймплея появляется человека лось это просто нарративная история там геймплей то и как такого и нет то есть идешь как интерактивный фильм слова как книга и никуда там времени то девать время то некуда девать получается игроку то есть все приходилось каждую за каждую секунду работать сама игра помогает можно каких-то сражений сделать и уже вроде геймплей подольше стал а вот по поводу издателя можешь там рассказать не например про условия ну скорее всего как там делится проценты не можешь но как они помогали и изначально ли планировались выйти на все эти платформы на которые сейчас вышли это понимаю игра сейчас есть в стиме на ps и на xbox на трех платформах да нет у нас вообще везде steam бог и gs ps switch xbox говорил не говорил короче везде практически но это вот до самых ранних этапах решили данность на эти платформы уже вы хотели по ходу потом получилось но мы изначально обсуждали это в человека лось мы выходили на консолях с помощью тоже издателя но издатель портировал самостоятельно а здесь хотелось вниз самому как вы портировать на консоли научиться этому и поэтому мы с хайп трейнами сразу разговаривали что мы хотели бы сами это портировать и нам хайп трейн и помогли сдав китами и поэтому мы смогли черную книгу самостоятельно проектировать там вот на фоне как раз платформы люди спрашивали на мобильные платформы айос android планируется играть но пока конкретных планов нет но это точно возможно потому что мы делали сборки тестовые вот это это реально но там чего работать предстоит там достаточно посмотреть на шрифт что он слишком мелкие там на небольших телефонах ничего не разглядишь шрифтом там отдельная тема у меня пунктик был что в каких-то местах шрифт стилизованный в каких-то местах а ну другой шрифт и немного выбивала из погружения это ну по не понимаю скорее всего диалоги стилизованно делать не получилось бы потому что читать было бы не очень удобно но там вот используется фито полуустав он стилизован под книжный такой шрифт средневековый русский а ты прав совершенно что его читать то не очень удобно там даже заголовки читаешь и не поймешь что а вот такой с засечками этого укорона он используется раз для того чтобы удобнее было читать но с засечками проще читается шрифты и ногу как мне кажется они сочетаются но тут тоже на вкус и цвет товарищи есть какие-нибудь планы если можешь говорить на dlc и дает на дальнейшая поддержку игры там еще параллельно люди спрашивали по поводу энкеист edition то есть там сейчас люди очень много фидбэка вам как я понимаю дают и вот планируется ли какое-нибудь новое издание с переработками но мы обещали на кикстартере что будет battle мод это что-то вроде рогалика и скорее всего вот это будет как dlc надо сейчас отойти от релиза у нас до сих пор баги есть которые мы продолжаем чинить в том числе на этой неделе патч выйдет большой достаточно с исправлением а что касается инкейс ты имеешь ввиду у диски прям я нет в том смысле что не ремастер но это когда перерабатывают или улучшают игру и выпускают ее как отдельную версию например удивите original sin они так выпускали эти полученные версии игры просто патчами этого ну патчи обычно что-то небольшое фиксит но сейчас наверно мы все-таки настроены патчи именно выпускать чтобы когда-то полировать а какой-то типа энхианс там или ремастера может поможешь потом когда-нибудь если кому-то это будет интересно ремастер как раз вот по поводу патчи и доработок в игре про баланс под про то как вы фиксили чуть позже а вот по именно по фидбоку игроки по-любому очень много фидбок по части баланса давали там какие-то деки супер мощные с какими-то деками вообще тяжело играть там если на стакате предметов например можно траву чуть ли не бесплатно использовать вот так на такими вещами думаете сейчас перерабатываете как-то ну какие-то там супер проблемы мы стараемся решать но не в том направлении который ты спрашиваешь я стараюсь убирать как раз слишком сложные затыки в игре там нам часто прилетают прям отрицательные отзывы что могу пройти там того то и все и как бы вот те отрицательный отзыв стиме а как это воспримут таинственные загадочные алгоритмы это уже игрока не волнует естественно поэтому нам приходится с этим жить и дальше уже вносить правки в игру чтобы других игроков это не фрустрировало так поэтому мы после релизов были но я вот был очень удивлен что игра сложной кажется игрока же это думал что она вообще супер простой и будет все будут писать что ой как просто многие написали ой как сложно и пришлось действие то как раз в этом направлении делать пришлось там две битвы пазла были у в сайт квесте николая их пришлось делать легкими для всех сложности кроме осатанения сделали пропуск сражений которые появляются если ты несколько раз проиграл загрузился хотя принципе это фича уже было можно было на легкую сложность перейти и как бы пропустить но игроки этого не хотели по поводу сложности там но лично я столкнулся с проблемой я начинал играть и я в деку вообще практически не заходил то есть вот какие мне карты давали с ними проходилось проходилось и вот я дошел до того момента когда вот дефолтной дека я уже не мог проходить у меня как раз это вот на огненном черве было и потом на русалке и вот реально я на этих местах очень долго зависал то есть если с огненным противником я справился в итоге то на русалке мне пришлось прям сложность единственный раз в игре понизить я не смогу и пройти вообще но возможно в этом дело то есть там какие-то подсказки возможно или туториал расширить чтобы показать людям что вот сборка деки это типа важно ну возможно это уже сложнее как-то провести игрока то есть именно до сборки деки потому что там туториал то есть на сборку деки но а так что показать что деку нужно собирать для этого монстр сложно и сделано то есть ты приходишь и там у него иммунитет для сглаза ты на сглазе играешь игра и дед задумка была такая что игрок такой а ну иммунитет для сглаза я сейчас сделаю на благословение там все колоды быстренько вынесу этого монстра но по факту получается так что игрок видит что около не работает он думает ну блин вообще разработчики чего не могут надо отрицательный отзыв писать ну как кстати как по поводу того что сглаз не работает и прочее это прям классная фишка то есть там очень-очень много по ходу игры вот таких вещей новых появляется когда что-то не работает например когда ты с колдунами дерешься там зависимость зависит от того сколько ты карт отыграешь и от этого зависит очередность то есть вот первый раз когда с этим сталкиваешься это прям очень сильно меняет геймплей ну и плюс то есть вот с чародеями там тоже очень много подумать из-за этого приходилось ну вот эти все иммунитеты у одного есть на что-то у другого нету это прям вот классно сделали но спасибо но вот сожалению не все так считают и принципе это справедливо по-своему потому что может быть надо бы лучше какие-то обучение делать или как-то может более плавно водить игрока в суть дела но вот пример головоломки да то есть нам очень сильно за них прилетело от игроков на релизе и первые головоломки с которой игрок с которыми игрок встречается это в сайт квесте николая потому что николай первый союзник и у него соответственно быстрее всех этот сайт квест появляется потому что он со второй головы там уже уходит игрока и этот сайт квест и мы делали не первый первый был упрошки которые мы делали а николай там второй или третий то есть уже мы в этих пазлах сами поднаторели и пытались какие-то поинтереснее придумать изначально вот мы думали что ага там типа эти сайт квесты у союзников наверно никто в них играть вообще в принципе не будет потому что там надо с ними поговорить несколько раз потом еще согласиться или отказаться с от этого квеста и думали ну наверное там два человек сыграет и все нормально будет пазлы эти зайдут скорее всего потому что игрок то увлечен уже к этому времени вот а там получились такие лютые пазлы что их никто пройти не мог и пришлось вот нам что-то экстренно думать и в итоге вот понизили сложность он там по сути еще плюс два пазла придумали в этом месте то есть именно сложность понизили то что у пазлов как я понимаю у них в принципе ты можешь пройти только одним единственным способом да но просто можно сделать там пазл на три хода или на один ход это уже разница но я на первом или на втором пазли тоже сам под завис прям долго и это прикольно мне это лишний челлендж этом пытался под подобрать как это все пройти ну да но тут надо было нам сделать к пазлы наверное где-то на основном пути которые супер простые которые там сразу понимаешь что делается а такое ощущение но у нас еще есть одна проблема в игре которая с этим связано это то что не все описание эффектов понятны там с первого раза их надо попробовать чтобы разобраться и все это вместе конечно приводит там не книги неприятному ощущению от игры у игроков и вот мы до сих пор но работаем над этим в том числе чтобы загладить такие острые углы по поводу того что в игре очень много механик то есть понятно основная игра это проходит именно мы деремся картами но очень большая часть игры это именно история бы лички и людей очень интересует да было многих интервью уже рассказывали что ну как это все было нож еще раз картинка рассказать как вы эти истории находили как папа после бесед с людьми которые в этом разбираются ну как как-то дальше проходил то есть в этом взяли истории начали это добавлять в игру что-то выкидывать что добавлять или по ходу и вот всей разработки у вас были люди которые консультировали по этим вопросам но изначально вот мы когда человека лося закончили тоже решили работать над мифологической игрой и вот пермский край он известен своим таким интересным миксом суеверий но и записями были чик и бывальщин особенно в че из чердонского района вот и собственно решили от этого оттолкнуться в детстве меня очень впечатлила книга медведева как мужик ведьму подкараулил там сборник тоже бывальщин были чик и сказок в самом про нечистую силу и там каждый раздел посвящен своей какой-то нечисти покойники черти леший водяной и хотелось сделать вот что-то такое игру которая передаст вот это ощущение исследование нечистой силы русской поэтому у нас глава вот так на главы поделена как я говорил сразу придумали вот эти главы каждая глава посвящена какой-то отдельной нечистой силе и вообще в очень хорошо исследована вся эта тема были чик обывальщины есть очень много монографии статей сложно вот в этой теме хорошо разобраться славянской мифологии но это скажем русская мифология поздняя уже конец 19 20 век в начале но уже в начале я сделал вот эту основную идею написал сюжет и обратился к константину эдуардовичу шумову это известный фельдклорист пермский он известен только своими исследованиями но и художественным с художественными произведениями он написал книгу под псевдонимом василий тихов страшные сказки рассказаны дедом егором большим крестьянином чердонского уезда пермской губернии вот у нас как раз основной персонаж дед егор называется в часть этого персонажа рассказчика из этой книги еще константин шумов разработчик настольной игры в начале 90-х конец 80 ну по-моему начале 90-х это шел солдат службы она в принципе известна не только в пермском крае но и за пределами достаточно большим тиражом она печаталась это такая игра с механикой snakes and ladders где ты кидаешь кубик ходишь фишками но она сдобрена вот как раз таким фольклором сказочным бы личным и вот это все вместе было книга медведева книги шумова и игра шумова все они были вот такими основными источниками вдохновения для наших первых прототипов но когда уже прототипа вот эти стали эволюционировать когда там появилась книга это ведьма я ознакомился с шумовым представил ему вот эту идею и попросил выступить но не прямо вот научным консультантом по всему по всей разработке просто просил верифицировать основную идею показал концепты персонажей он прокомментировал там внешний вид где-то поправить где-то недостаточно был хорошим и попросил написать записи в именно слове это энциклопедические записи и список были чик вот и и собственно вот у нас вот эти записи они красот настоящего фольклориста известного ну и игрок получается проходя игру тоже обогащает свои знания фольклора русского конца девятнадцатого века но и начала двадцатого середины ну вообще в этом плане очень хорошо получилось то что в целом как бы особое но человек может читать может не читать и игра вообще по сути никак не форсит к тому чтобы человеку то обязательно сиди читая иначе ты не пройдешь там есть некоторые вот слова которые встречаются которые непонятны но в диалогах вот можно подсветить и посмотреть что это слово значит и ну а сами история ну а они как в отдельной книге хочешь считаешь хочешь нет в этом плане не это особо понравилось то что но не обязательно это как бы и кому только хочет но это наверное эволюция идея вот из человека лося там когда идешь слева направо там появляются записи в энциклопедии которые раскрывают сюжет игры ну тоже хочешь их читай хочешь не читай ты читаешь ты как бы полную картину мира получаешь но человек лошадь как бы это больше такая все-таки нарративная игра и там такие вещи желательно все-таки читать чтобы погрузиться полностью здесь тоже потому что тебя игра то кто хочет стать миллионером устраивает периодически если ты неправильно отвечаешь там неприятный звук раздается и верно все тоже мотивирует поизучать тему вот как раз на фоне вот этой системы с фольклором очень людей интересует вопрос как это все локализовывали и на западный мировой рынок потому что я так я так понял посмотрел например на английском но для некоторых слов то есть для ведьмы там колдунья по-английски заклинания за заговоры это типа спеллы а многие термины они просто транслитировались и но как вообще вот с этим были сложности какой фидбэк от людей по по этому поводу все ли им понятно ну вообще перевод действительно сложный там ничего особо и не переводится там потому что вся речь стилизована пермский говор принципе все современным языком говорят но используют словечки вот из записи пермского говора по краю и это ничего не переведено естественно английский чтобы создать вот такую атмосферу какую-то небольшой непривычности как для нас вот пермский говор то для англии англоговорящих это русские слова вот как ты правильно говоришь заговор там вместо спелл и и так далее то есть колдун используется ну и тогда водяной и русалка ним не мэр мэйта русалка и вот в таком стиле передано вот это вот фольклорность что ли игры на вы сами переводили или к какой-то отдельной студии это давать задачу ну типа сами можно так сказать потому что на английский переводил вот у нас друг наш можно сказать что-то я там переводил но основном нам помог очень тимоти шонрей он интересуется фольклором русским он работает в университете и он можно сказать вызвался волонтером сделать вычитку наших текстов но и благодаря ему в это в принципе можно играть на английском а как с китайским потому что ну как меню в стиме я видел что и китайский тоже есть ну с китайским да там студия и как вот но на востоке там специфичная аудитория как они восприняли эту игру ну нормально но претензии те же самые с хрея сначала там были было несколько опечаток на релизе тоже досадных там немного поехал текст у нас на китайском поэтому сначала нам несколько прилетело отзывов за перевод на китайский но это мы быстро поправили а так есть негативные отзывы от китайцев точно такие же как и от русских что баланс и баги но в целом судя по отзывам вообще везде относительно тепло игру восприняли но к счастью да ну вот не есть неприятные моменты которых тоже устранить как а вот во время разработки с какими больше все какие трудности столкнулись и как с каким как ну и какие вообще что что дошло до релиза что пришлось вырезать поэтому чуть подробнее сказать ну что дошло до что вырезать сначала было текста больше в игре мы вот когда возили на конференции нам посоветовали чтобы поменьше текста сделать и в итоге вот такой нашли какой-то баланс наверное между геймплеем и наркотиком чтобы не утомляло ни то ни другое поэтому там много текста особенно из первой главы там чуть ли еще столько же было сколько сейчас все кануло в лету еще были механики в избе там сейчас просто приходят посетители с какими-то специфическими проблемами изначально была идея что посетитель приходят и у него к это мини игра есть там это в итоге перекочевала в один квест на земской станции там суседка просит цвет лошади выбрать подходящий по цвету бороды хозяина а вот в первых прототипах там прям заходили крестьяне у них надо было смотреть на цвет волос на модели и говорит что он говорит у меня мучает суседка скотинушку чё делать ты говоришь нужно вот такого цвета смотришь на его как бы бороду и выбираешь черный белый и и был план что таких вот будет много механик мифологических каких приходят посетители те какие-то задают вот такие вопросы и ты ты делаешь но в итоге это просто более простые такие вещи просто история там какая-то развивается или квест я даю я вот по поводу мини-игр вы сразу решили что ну во-первых где в выбор диалогах ну во-первых в игре в принципе есть игра в дурака и некоторые бои можно вместо них тоже вот поиграть в дурака вы изначально решили что именно такая карточная игра будет или какие-то другие мини-игры рассматривали ну или вместо города игра больше меньше просто то есть там была вот эта колода тоже трехмерная и можно было играть с чертями но в там в паре буквально место это просто было как такой большой прикол что можно было больше меньше с ними сыграть а когда вот мы кикстартер компанию проводили один из стрэч голов вот была идея сделать дурачка именно и счастью мы добрались до этого стрич голова потому что в итоге прикольно мне кажется дурак получился и то что можно там секвесты но не все одну часть проходить именно игрой дурочка но это такой такой получился омашка потерянной грамоте гоголя где там казак играл на свою потерянную шапку с чертями в аду там даже вот есть квест в аду к этому что казак именно вот этот казак из гоголя он там играет и ты выступаешь в роли злой ведьмы и ты можешь ему как бы помочь или наоборот ну кстати люди просили тоже спасибо за пасхалки сказать сказать то есть за мемасики местные то есть там как минимум два упоминали про там я преисполнился и вы кто такие я вас не звал люди оценили таких старались тоже добавить каких-то и пасхалок интересно интересно сколько в итоге найдут игроки а вот перед игрой как то анализировали рынок и как как вообще то есть вы пришли к идее и ну вот все мы хотим делать не особо важно что получится или смотрели на аналогичные игры то есть ну таких вот игр с локальной какой-то фольклором и мифологии нет не то чтобы много я помню на дтф и ты один раз ну после публиковал вот как раз по этой теме там не шибко большой список в принципе не боялись что игра провалится но боялись конечно но у меня вообще такая как бы есть мысль что надо пытаться делать что-то по не пара не по непроторенной дороге идти потому что скажем проще проще выделиться если что-то необычное делаешь проще чтобы тебя заметили если бы мы делали такую же точно игру на это было бы скажем там классическая фэнтези в толкинском стиле как все делают неизвестно нас бы заметили вообще кому-то это было бы интересно так благодаря в сеттингу хотя бы у нас появился шанс как-то выделиться на основе но среди массы инди-проектов которые сейчас появляются потому что действительно конкуренция достаточно высокая и мы вот к своему ужасу видим релизы довольно сильных проектов которые хуже чем наши стартуют от этого кровь в жилах стынет не в принципе полного дубовского тоже спрашивал вопрос похожий он тоже ответил что ну по поводу анализа рынка и прочего он тоже сказал что в принципе вообще особо не анализировали их потому что вот у нас была идея и мы хотели сделать такой проект конечно результат для команд получились не очень ну вот статья которую ты говорил по сути так своеобразный анализ рынка потому что ну да там внушительно звали я потом эти ссылки дать я продолжаю там и из ее дополнять вот этот табличку которая составил там стопом с лишним игр и интересная вот история была тут недавно она немножко не про черную книгу но про это пройти игры славянской мифологии есть несколько проектов но где искать игры со славянской мифологии странах бывших ссср понятно и есть несколько игр которые по сути утрачены часы не найдены есть игра перекати горошек или перекати горошек точно не помню на платье вот этой трц на которой конек горбунок сделан на игровом автомате украинской студии студии экстрем но не студия завод компании вот и по сути игра утрачена то есть где этот автомат никто вообще его в глаза не видел и вот это интересно было бы его найти еще есть игра емеля и что-то там имели имели короче игра которую устанавливали в классные комнаты и информатики и там можно набирать ну какие-то фразы и это вот в сеттинге сказок про емелю по щучьему велению имели коррекцию велень там другая сказка вот и я тут недавно задался целью купить винтажный компьютер и покупая этот винтажный компьютер и на нем вот эта игра емеля установлена которую в интернете я вот не мог найти надо видимо и сейчас статью новую писать как я нашел емелю и выложить ее в открытый доступ довольно частая тема в сша тоже когда какие-нибудь старое железо кто-то покупает и там внезапно обнаруживаются исходники дамы игры которая считалась утерянной потом на и бэй там за миллионы дают так интересно это имели она состоит из двух частей вот у меня только здесь на части тайпинг есть еще какая-то которую знаю что найдется может когда-нибудь и найдется интересная тема по поводу арт стиля то есть ну понятно вы специально выбрали такой стиль что он довольно минималистичный но я много противоречивых отзывов слышал то что слишком слишком лоу поле то есть если смотреть на объекты окружения то прям очень красиво так получилось но персонажи особенно на лица жалуются и в контрасте когда в диалогах у тебя рисунки персонажей и потом лоу поле лица вот не думали что нибудь с этим сделать ну это сделать что-то сейчас этим нереально абсолютно потому что там по всем сценам эти модели расползлись всем кат-сценам там там несколько сотен этих сцен юнчевых в которых все это раскиданное не не всегда через префабы поэтому поменять это абсолютно невозможно не переделывая игру целиком но в принципе вот на ранних этапах когда там playtest и прочее проводили вот вот тогда они задумывались что возможно стоит чуть попа как детализировали хотя бы сделать некоторые лица хотя бы ну вообще это стиль такой изначально задумывался как по аналогии с overland там игрой там хоже сделано но разница в том что в оверленде она в изометрии издалека и видимо это нормально воспринимается если это ближе то уже диссонанс какой-то возникает но отзывы когда были самого начала что модели в общем какие-то не такие но решили оставить так потому что это в бюджет не влазил ну кажется что вроде нормально достаточно чтобы погрузиться в атмосферу но и интересно что в основном отзывы негативные по графике от русских игроков от западных пишут что вроде прикольно стилизованная графика но по-разному тоже но вообще от наверно следующем проекте когда начнем то постараемся получше сделать графу нет тут в принципе все хорошо то есть графика может быть плохой и прочее но здесь именно хорошо вышел потому что нету какого-то но он и такой единообразный и поэтому там не выбивается по ходу игры в этом плане хорошо все получилось но есть небольшие вот эти огрехи которые иногда бросаются в глаза но как бы учитывая размер команды и размер проекта по моему получилось вообще хорошо все так и вот по поводу баланса ух наверное очень замороченная тема как вообще балансили игру как это все тестировали были какие-то автоматизированные штуки которые вот проверяли там деки на винрейт и прочее прочее как-то вот вообще весь процесс проходил но есть диздок подробный там занесены все карты все предметы большой в гугл шиц есть там улучшить возможность на java скрипте находить немножко вот и в общем я сделал математическую модель которая примерно каждого из сущности игры присваивать численное значение и в общем это основная идея это есть курс не курс там онлайн по набор статей по гейм-дизайну там и шрайбер гейм-дизайнер вот он подготовил цикл статей и вот на основе его идеи то что можно каждой сущности присвоить численные значения потом их сравнивать и построен расчет баланса то есть первых каждой карты есть свое численное значение у каждого предмета у каждого монстра соответственно и у каждой белки поскольку это тоже карта есть численное значение и на основе вот скажем у монстра есть сколько-то там карт которую он использует есть статуса на начале есть здоровье это является исходными данными для вот этой магической формулы расчета угрозы противника и потом вот эта угроза она суммируется если несколько противников или берется одна если это один противник и сравнивается с потенциальной угрозой игрока которая тоже рассчитывается там по своей магической формуле и соответственно вот и подбирая коэффициенты пытаемся добиться баланс но пытались поздно особо добиваться его а вот в принципе баланс и конфиг игры как где вы это заносили как это попадало в игру как вообще это тут все это было в спрятшитах и потом как-то это ручками unity там скрипта был object к как вот это все было сначала было вообще конфиге чистой мы в яма храним как вот я к я как раз хотел спросить как вообще зачем почему я мало там я была не джейсона например как обычно использует ну просто хорошего правда был потушил опыт съемку и джейсон наверно было бы правильным решением потому что есть хорошие библиотеки которые быстро джейсоном работу я мол в итоге оказалось такая быстро когда уже стали профилировать но и сначала были чисто конфиге потом я стал когда задался мыслью балансировки все это занес в гугл sheets и я стал его считать и уже потом стал как бы дисдок first потом конфиг но все равно никакой нет автоматизированной выгрузки из гугл sheets в я мол то есть на следующем проекте то я буду делать именно сразу сделал диздок и он будет сразу в джейсон наверное экспортировать я даже думал жена тема может быть стоит использовать какой-то новость кель базу данных чтобы там сразу число не хранил и и какие-то запросы писать по базе данных типы стоп ну пока это так эксперименты делал с монга по-моему ну я бы скорее послых использовал но это в принципе дело вкуса так а юнити судьи потому что я посмотрел 2018 и почему они не обновлялись потому что там все медным тазом может накрыться ну да в принципе но особенно если последнюю версию ставить где они там экспериментальные пакеты и прочее выкатили ну ладно а ну а почему моно они лт эту себе например при сборке ну там на каких-то платформах по-разному ну вот на пока даже не знаю так видимо с самого начала оставили и даже не пытались поменять то есть тут никакой причины этими ну попрос на полосе чем сам тока и утащи пипи ну да можно поставить и лту си пипи быстрее все ну теоретически сейчас теоретически да но если там ст ст а пин кода не включать ну или если включить и посмотреть чтобы он ничего лишнего там не вырезал страйпингом я пробовал да он уже вырезает лишним потому что я думаю вот который кнопки вызывают вырезает нафиг обращение ну там да для него нужно исключение файлики прописывать в xml чтобы он там какие-то на экспрессы и assembly не вырезал но этот принципе один раз написать и все в принципе но это на сразу было об этом задуматься и тогда люди еще когда вот три года мы начинали мы люди еще спрашивают почему unity они например unreal но я так понимаю ответ тут будет в том что с unity вы умеете работать но вообще мне кажется что разница то нет будет движок ну в целом да ну просто мнение такое бытует что если там делаешь на мобилы то это unity если винда и там 3d играют типа анриан выбрать но сейчас анриелом интересно с последней вот этой демкой где ты якобы любого полигонажа кидаешь модели и там все автоматически оптимизирует хорошая дымка правда 64 гига оперативки для нее надо в это будущее видит но вот мы там для этой черной книге тоже пришлось помаяться особенно когда для свеча стали собирать там с профайлером и сцены запекать пришлось ну и так далее это все сходу и не вспомнил но все все же и если вспомнишь вот какие именно самые проблемные места в unity очень часто там сгую проблему потому что она очень нагружает цепку например у вас с чем больше всего проблем было но вот сгу и вроде еще такого нет там есть свои трюки тоже на типа канвасы навешивать побольше чтобы пересчета не было и у нас вообще весь юайт он и не инстанцируется то есть он висит и при этом по нашим профайл профайлерам он не загружает мы его показываем когда на самое у нас тормознутое это пост эффекты они до сих пор от самые тормознутые остались сначала была проблема в полигонаже в дро уколах там было очень много материалов один одним инструментом мы там вычищали все сцены именно по материалам чтобы уменьшить был другу а другим инструментом мы все объекты объединяли в один меш ну собственно тоже чтобы другу меньше было и собственно вот проведя эту работу игра на свече стал более-менее работать а первые то запуски там вообще казалось что нереально а вот в принципе показ юнити работали были какие-то прямо жесткие такие неприятные моменты именно в движке какие-то там по моему были специфические баги именно с версией связаны unity которые легко решили просто вот эти последние версии апгрейдом точнее . один а тот тот момент в минорной версии да то что у них сейчас есть лейт саппорт и они в принципе последние все важные вещи они выпускают а так таких баги да в принципе везде и вот с некоторыми работал движками там везде можно кучу и писать в unity просто лично меня больше тревожит то что многие вещи они долго не фиксят а то что фиксят потом регрессии в новых версии могут появиться ну и шутейки про вот эти экспериментальные пакеты которые они там то выпускают потом забрасывают непонятно в какую сторону просто юнити движутся вот я вот на юнайте был в копенгагене как сколько года три назад когда они как раз и с представили и вот до сих пор как бы нету нормального датс и с вас кстати монобейхи наверно используются да и сейчас вообще нет у нас и cs но другое мы используем анти тасс на сша сталкивался вроде то есть там есть какой-то движок который крутит свои вот такие антики на который ты навешиваешь компоненты с данными и может подписываться на изменение так тут люди уже тоже не раз спрашивали и тут и вопросах в человека лоси было было по регионам цены почему для этой игры нет региональных цен на свече по моему как минимум но это решение издателей там какая-то своя специфика у свеча что тут я не готов прям полемизировать на эту тему ну видимо там каким-то причинам финансовым скорее всего нельзя устанавливать скорее всего можно просто это как в стиме я есть такое что некоторые люди думают а вот за такую цену не будет игру покупать они ставят цену меньше 5 баксов и в итоге у них продаж вроде как больше но люди смотрят что цена небольшая и у них как-то доверие к игре попадает и в итоге часто бывает такое что по в абсолютных числах покупают больше но если бы цена была там не 5 баксов а 10 купили бы меньше ну меньше но суммарно было бы все равно больше возможно из-за того ну такой расчет у издателя был возможно тут вот в человека лоси мы стиме сами цены выставляли и в черной книге насколько я знаю точно также по тем же коэффициентам новыми в стиме я вот самка в качестве издателя на консолях не выступал тоже ничего человека лось тоже у нас создателем а как вообще взаимодействие у вас с издателем они доступ какие-то дают или потом отгружают статистику постфактум но какие-то определенные там ежемесячно отчеты и как одну и платят они тоже там раз в месяц и как вот это сейчас вот недавно какую игру аутрайдерс или какая-то игра разработчики жаловались что им из people can fly им три месяца маловской реникс не платит деньги за игру ну видимо это тоже зависит от издателя ну вот с человека лосим у нас примерно там каждый месяц так вот я не знаю можешь ли ты вряд ли ты можешь конкретные числа называть но приблизительно вот по продажам хоть что-нибудь комментировать нож оправдались ожидания там и знать ли не оправдались если можешь хоть какие-то числа там приблизительные назвать но я числа не могу назвать потому что индей на это но в целом мне кажется хорошо игра вышла опять же потому что как я тебе говорил вот уходит часы инди игры сильные и там очень мало отзывов и страшно вообще на это смотреть сколько сил там вложено никто и выгруте и не играет у нас в принципе нормально можешь сказать в стиме до того как игра вышла wishlist примерно сколько человек добавили тоже думаю не могу это но просто некоторые называют их во хвалятся такими числами я помню вот давать на это недавно был там люди говорили одни что у них там больше ста тысяч выловишь листов но точно ну поможет не буду рисковать и но если точно не знаю не уверена лучше не говорить это мало ли потом прилетит еще но есть открытые данные по wishlist там есть такой топ wishlist of steam глобальных самые ожидаемые игры и мы там как-то раз попадали в топ-100 ожидаем игр но потом вылетели из топ-500 но стабильно держали ну по поводу других и не игру у вас как-то с видимостью все-таки получше то есть я помню вас и steam на главную выводил и в принципе многие про игру пишут вот я недавно посмотрел удивился даже в твиттере официальный канал раша государственный про вас написал прям неплохо так ну да это вообще было супер приятно и неожиданно что у нас заметила министерство иностранных дел как плюс геймдева осветила а вы кстати не это не планировали или вообще или не пробовали у государства же есть поддержка там вот для отечественных проектов если ну там за культуру там вот это вот все не смотрели в эту тему вообще ну там как-то не знаю там сложно и все это все сложное серьезно там очень много надо отчетов делать заниматься этим то есть наверно не стоит времени просто ну да богу любишь больше время там бумажками заниматься чем в саму игру разрабатывать так так то мы не по неправильцами направлено насколько я знаю это реально то есть есть один разработчик который в контакте писал и он получил там грант тоже там игра по славянскими флаги но там небольшой проект совершенно ему удалось получить небольшой грант но действительно там какая-то волокита была насколько я понял но он конечно не жаловался кажется что есть подводные камни определенные в этом пути но он тоже открыт всем желающим так вот в игре есть механика когда на не на некоторых локациях приходишь и там можно побегать и вот траву пособирать и тоже очень много противоречивых мнений на этот счет потому что там есть проблема и с камерой когда не очень но и в принципе повертеть нельзя и из-за этого на иногда не очень удачно сам поворачивается ну и в принципе вот вот этот момент то что надо бегать по локации и того собирать это вот изначально как-то вот так планировалось или что-то именно в этом аспекте не дошло до релиза и вот осталось только сбор трав ну да это планировал вообще изначально это не планировалось когда мы привезли на один из давгамов сборку показать многие вот говорили что вот такие красивые локации прикольно было бы побегать и действительно вот казалось что в игре не хватает такого есть такой прием в геймдизайне называется vista или как-то по-разному то есть ты ходишь из такого скомка на зажатого пространства и перед тобой открывается такой пейзаж широкий вау эффект в том брейдере часто такое ты там по какой нибудь пещере ползешь а потом выходишь это вот китеж град перед тобой вот такие моменты я использовал в человека лоссе там есть моменты идешь и хоп солнца встает с хоровой музыкой и вот этого очень не хватало в черной книге потому что это много для атмосферы игры да и вот на основе этой идеи то что это надо добавить какой-то что-то такое и идея из давгама что надо бегать мы сделали вот идею ну и уровне с беганием ну конечно они не идеально реализован мягко говоря но мне кажется они для атмосферы добавляют ну вот уровне где-то надо траву собирать они вот какие-то показались такие довольно вымученные что ли а вот были классные уровни где вот по моему там как раз уровень когда выходишь в поле там рожь вдалеке лес и вот там по нему идешь вот эта музыка играет вот прям вот вот такие моменты да они очень так погружают но вот ради этого и делал с травой я кстати насчет именно аудио составляющие можешь про музыку и рассказать как кто помогал вот вот эта вот часть композитор тоже михаил . как в человека лося всю музыку он писал вдохновлялся русской народной музыкой также мы что в человека лося что здесь обращались пермский краевой колледж искусства и культуры и нам дали несколько записей хоровой музыки и еще потом но человек лося нам записали две песни одна на коме пермятском другая на коме зырянском потому что игра вот как раз парфина угорского мифологии было а здесь мы нашли диссертацию ну скорее монография там терехина или терехина его ошибиться с фамилией и она посвящена свадьбе в пермской именно свадьбе в пермской губернии там подробно записан обряд и сами песни записаны вот и несколько песен именно местные нам тоже вот записали и они есть они сокращенным составом ансамбля и в игре можно их услышит то силе хорошей и еще несколько похожих они самые аутентичные что ли они в аутентичной аранжировки и получается местные совершенно для игры вильгард черты а вот люди еще спрашивали если какие-то конкретные моменты в игре которые которыми вы именно гордитесь и вот как какие моменты за которые например стыдно или которые хотелось бы улучшить но так сложно наверное глядываясь за именно что гордите мы гордимся все 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 игру в итоге доделали насколько вы так и три года до нее делали внутри с лишним и и раньше всякие а вот финанс по поводу сложным все эти три года вообще вот по поводу финансирования вы за свои или издатель как-то помогал финансово но частично за свои частично издатель помогал ну то есть у вас договор именно не то не только на издание и на ревене шея они частично помогали и так понимаю если так то сейчас когда прибыль идет они почти частично вот эти суммы когда вкладывали сейчас будут отбивать а потом вам перечислять ну типовой такой договор да ну наверное но я так не могу сказать конкретно в том числе мы издали искали издателей для финансирования на проект изначально когда после человека лоси начинала черную книгу у меня был запас денег и он был как раз планирован у меня так что я буду делать найду там все команду несколько человек сделан прототип и с этим про темы прием к издателю чтобы найти финансирование вот мы целенаправленно искали под в гамму там на digital dragon съездили в польше итоге частью нашли издателя и проект состоялся так я понимаю вы все удаленно работает до офиса нет мы как-то на месяц там съезжались сельдаром вместе работали в кавка working чтобы больше получше познакомиться сработать и ну а так удаленно и проблему то в коммуникации никаких не возникает но у нас процесс так организован мы планируемся еще по спринтам на типа ну подрал вот мы и каждый день у нас типа стендапа и очень редко когда нужно что-то там обсудить отдельно то есть по сути мы так или в чате общаемся но тоже не так чтобы сильно там активно то есть у меня вот есть план я всем задачи распределяем их там делаем и есть как бы высокоуровневый план где там к новому году дам дел сида пусть людям там вот он уже декомпозируется на отдельные спринты и по нему ты работаем так проблем с коммуникации нет да вот какие инструменты где таски заводите в каком чате то есть там джирос лак или где нас атласен джиро и сейчас к релизуя туда подключился порт тоже атласеновский супер еще удобно но на серваках атласен ну все в одном месте на доме там и вики есть и и обновлять новики там не ведет что-то у них дорого конфликс все угол док хранится а так мы в дискорде общаемся в принципе тоже по канальчикам там разбить и нормально нужно но них не хуже слаг мне кажется и там у них в обкуке точно такие же есть то есть билд сервер туда также присылает что я сбил я у нас для слага обычно это настраивал как-то ну вот и бесплатно факт плат но там бесплатно до 10000 сообщений просто потом старые сообщения начинают удаляться в слайке там плохо то что видео звонки вообще в принципе как-то плохо работает да я аудиозвонки в дискорде как-то в этом плане качество получше да и звук и видео ну да но и потом это геймерская трушная чат а слаг корпоративный ну вот в этом плане до кады и вот уголенки на тоже они пытались в слаг когда людей нагнали там проблемы из-за этого начались в дискорде можно просто приватные каналы сделать вот там общаются разработчики а в публичных каналах там игроки и как бы все в одном месте прямо удобно все может так у меня в целом вроде по вопросам все темы затронули если хуй ну может что-то еще ну и про проект сам рассказать там есть еще некоторые вопросы которые никто не сыграй уже связано на чуть позже ну так и вроде все рассказал что в голову приходит лучше под конкретным вопросом если кому-то что-то интересно подробнее про проект тех приглашаю покупать наши dlc с артбука там я написал про разработку в том числе я кстати да арбук классный я смотрел то есть если хотите подержать до купите обязательно там по-моему и сам таки еще отдельно можно купить да все вместе там в стиме и артбук саундтрек и еще и скин так а такие вот вопросы уже не по проекту в какие игры в принципе сам играешь чаще всего но сейчас вот я тебе рассказывал про свой винтажный компьютер новый сейчас я в него играют в дом 2 его и в даби холдер вторую часть вот а так но я в новые стараюсь играть и не игры вот такого в луп хиру играл ну и как тело хиру глуп хиру вообще мне супер понравилось кайфанул этой игры тайне тайне бани прошел первые главы зайчик но визуального тоже очень потрясающий но high fleet поиграл вот и вот когда я спросил по поводу ну то твоя статья про славянские игры ты но и в принципе вот когда ты игру разрабатываешь и когда до на моменте при продакшена ты похожие игры играешь или чисто по рефам по видео смотришь ну когда как если игра интересно в нее играю а так вот славянской мифологии а там основному по по видосам смотрел я прошел часть там которые самые мне перспективные показались в плане аутентичности это домовой кевинус ноу нынче можно поиграть еще по моему там промеса пустом к это была игра тоже сыча вот я пришел а там какие-то типа князь там старые игры но я в них играл во первых а сейчас по моему уже не так и вот в стиме хотел что-то там по моему ну старое разрешение то что 1024 и прочее если на большом мониторе смотреть там прямо вообще в глаза счет все эти пиксели бросаются переиздание не делали там по инске по моему делали там но сейчас на играть а вот в князь конечно уже не очень ну можно вот как раз на моем винтажном компе играть у меня все трушно windows 95 95 он же еще 95 1 поточный же был 1 процессор но так это вот что касается индии гора стараюсь смотреть а из таких иногда с игра в колду с другом когда мы собираться на вместе удается на ведьмака проходил макану и ну третьего и второго я проходила первый что-то мне не пошел до конца но сейчас первый уже довольно больно играть особенно если уже в третий поиграл да я в него играл все тогда там когда он только вышел но как-то тоже чего-то мне он не очень понравился ну на релизе он очень забагованный было его в принципе довольно тяжело было пройти но но я поиграл там у меня не именно не с не с багами было что-то я там заплутал где-то не мог а второй мне очень понравился внутри это это вообще игра на все всех времен и народа 200 часов если там все обыскивать особенно сделался когда частично уже затрагивали тему по поводу российского геймдевы интересно вообще нож чуть подробнее по своей мысли ну что там российским геймдев какие там у него перспективы я помню в одном из интервью тут частично это отвечала и упоминал там олока это нашу который последний сделали вот чуть поподробнее можешь свои мысли на счет рассказать но я тут не эксперт в этом деле читал вот эту книгу наш наша игра все что я знаю про наш геймдев а так я как наверно как игрок тоже слежу за с надеждой за нашими разработками но волк это конечно это вообще супер ребята мне очень нравится с удовольствием в кинмейкер играл сейчас у меня заказан новый фраз в рай час я не знаю уже не следил из-за я и первых на кикстартере поддерживала что-то руки так и не дошли игры все больше и больше выходит бы клоп копится на все время не совсем не хватает но atomic heart все ждем мифическая игра так что кажется что перспективы есть у того а еще и уже видел это вообще же какой-то разрыв ну да это прям вообще не не понятно что по трейлера тоже интересно непонятно что но это просто не выглядит просто потрясающе несколько раз пересматривал с открытым ртом тоже жду эту игру там еще тоже русские ребята показывали какую-то дымку там зомбаками то что крутая расчлененка вот это вот все там одно или два видео это было они сразу там патреон замутили там он тысяч пять восемь полу баксов месяц сразу начали донатить это не ил или не немного другой там графика не того уровня а там прям вот такая продуманная расчлен расчленок там смешиваем и прочим непонятно правда как они это в игру имплементировать чтобы производительность не проседала но люди там очень загорелись что у нас что там на реакте ил там как раз хотят по такому коридору и там такие бомжи с чужими внутри да 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 ну я с другой спутал вот а вот да но это именно она есть да ну да дымка тоже впечатлило очень ну там и дымка но видос по они после этого выкладывали уже прямо им гейм по моему видео работают там но я вот вот это очень но сейчас и в индии есть очень перспективные вот например прайм но игра милиционер на видео видео психотеррика какая-то я бываю над и в гаммах там white night там довольно но есть интересный проект у ребят ну а например вот этот бук walker это же вообще мега тоже проект от do my best которые делали final station тоже я очень жду эту игру в дымку играл с удовольствием еще когда это проект был про школу магов жду когда будет записался на тест не дадут ли мне доступ ну то есть в принципе то в россии это мы не всех вспомнили там еще например вот этот игра в стиле last night где пиксель и арт в 3d так тоже ведь этой но из белорусов по моему данным сутки бывшие снг да то чем много я я че я как-то на ногами там же можно подаваться в жюри и оценивать игры что там пропустить их до ревью и прочего его там прошлое или позапрошлый год там 150 что люди типа того проектов было если там прямо отобрать то там ну десятки таких крутых сильных проектов но они с понятное дело не три пола и как такие но небольшие игры там со своим каким-то видением с отсталом каким-нибудь уникальным прям приятно за такие за ребята что есть ребята у нас такие ну и все больше и больше с каждым годом становится ну согласен с одной стороны это круто что новые проекты с другой это напрягаешь конкуренция растет и не студии не очень хорошо на лучше мы одни делали игры когда бы все в них играли а вот люди спрашивают если по продажам все хорошо будет то планируется физическое издание люди особенно радбук хотят руках подержать но это тоже от издателя зависит но вообще как бы физическое издание системы ты такая немножко ну даже в цифр цифра все уходят на ножки это коллекционные будут вот в человека лося были несколько физических изданий и помощью будет даже но я думаю на какой-нибудь если не дэн то делать там вот сейчас кто и и мост уже наверно знаешь игру пиксельную минут ну да на нинтендо может быть они тоже там выпустили прям вообще выглядит классно и думаю нос юзеры нет которые с ниндент они скорее всего купят что они любят такие вещи на пока уже не знаю сложно сказать ну пока то наверно вообще вряд ли ну если будет то это будет или плойкой так ну вроде все темы и как раз примерно час-полтора где-то вышло что-нибудь хочешь сказать там посоветовать разработчикам или игрокам что-нибудь но разработчикам на меня совет всегда что делать какие-то более необычные проекты тогда будет проще опять же быть замечены ну и мне как игроку было бы интереснее стараться во всех областях что-то придумать начиная с сеттинга геймплеем у вас самих уже какие-то идеи на следующий проект есть или пока все все мысли заняты черной книгой покажет но про идеи это много всегда их там целый вал у меня но что именно делать прототипов пока не дошло еще пока мысли туда ну спасибо большое что заглянул на интервью я это все потом смонтирую выложу на youtube можно будет отдельно посмотреть ну и текстовая версия потом будет удачи с проектом 0 в принципе это уже лишнее скорее всего все там хорошо судя по отзывам и по продажам наверно ну и ждем следующего проекта спасибо за приглашение интересные вопросы всем спасибо ребят кто на стриме сидел сегодня рекорд больше 50 прям зрителей было но я думаю большинство потом посмотрит уже на ю тубе в этот раз неудачно как-то с геймском конечно получилось следующий раз надо будет учесть этот момент все пока спасибо